Сказка продолжается. Накануне в Тульском государственном цирке состоялась пресс-конференция, посвященная премьере циркового шоу «Песчаная сказка». В городе Оружейников в эти выходные побывали генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин и главный режиссер и художественный руководитель компании Гия Эрадзе. Он рассказал тульским журналистам о ярком и неповторимом зрелище, участие в котором принимают молодые, харизматичные и талантливые артисты-герои. Журналистов также интересовало, кто станет новым директором тульского цирка. У нас есть несколько кандидатов. Должность интересная, для города важная. Человек должен быть креативный, хозяйственный и симпатичный. Поэтому мы такого ищем. Я думаю, что до 1 октября мы вам представим нового директора тульского цирка. Отвечая на вопросы журналистов о развитии жизни Росгосцирка, руководитель компании Владимир Шемякин отметил, что средняя посещаемость российских цирков сегодня составляет 60%. Стоит задача увеличить этот показатель до 75 в течение трех лет. Однако в Туле уже сейчас эти цифры больше. Это спектакль, который создан на базе синтеза эстрада и цирка. Колоссальное количество костюмов животных, необычных животных, экзотических животных. В этом проекте очень много цирковых жанров. Акробаты, эквирибристы, гимнасты. Шоу «Песчаная сказка» на протяжении 9 месяцев с неизменным аншлагом гастролировала в Большом московском цирке. И вот теперь возможность окунуться в волшебный мир появилась и у туляков. Гастроли «Песчаной сказки» в Тульском цирке продлятся до 13 октября. Алексей Еремин, Андрей Иванюк, Вести Тула.